А где цвет? Тушёвка просто вышла из чата. Случилась вот такая вот история. Могло бы быть и лучше. Сегодня будет обзор на бренд косметики, который, не побоюсь этого слова, стал открытием года. Наверное, сейчас из каждого бьюти-утюга я слышу о палетках Ghost Tape и бренде Parisa. И это неудивительно, потому что в их продукции сочетается всё и сразу. Яркие и необычные оттенки, бюджетная цена и просто невероятный дизайн. И честно, от такого большого количества преимуществ я сама не могла устоять, поэтому заказала себе две палетки карандаши для губ и гелевый карандаш для глаз. Проверим, почему так популярна косметика Париса и стоит ли её покупать, потому что отзывы у всех кардинально противоположные. Привет! С вами Лена Ягер Мисс. Я креативный мейкап артист и на моём канале можно увидеть различные перевоплощения, макияжи и обзоры косметики. И сегодня на моём честном обзоре палетки Ghost Tape и Neon Demon от бренда Париса. В этом ролике будет целых четыре макияжа на любой вкус и цвет. Расскажу все свои впечатления об этих палетках и проверю макияж на стойкость. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть это видео на просторах Ютуба. Во-первых, очень круто, что наконец-то появилось что-то яркое и бюджетное, потому что я не особо помню прям что-то подобное на российском рынке. Но, как обычно, есть одно но. Читаем обратную сторону палетки. Производитель Париса Трейд ЛТД Испания. Вроде бы везде пишут, что это испанский бренд, но я, находясь в Европе, вообще нигде не нашла этой косметики. Даже под заказ. Также я не нашла никакой забугорный рабочий сайт. Нашла только какую-то шведскую Парису, где в основном кисти. На единственном иностранном сайте, где Париса была представлена, ничего не было в наличии. И у меня, разумеется, возникло много вопросов. Чё это за такой испанский бренд, который изготавливается в Китае, продаётся в России и в странах СНГ, но в Европе о нём ни слухом, ни духом. Непонятно. Давайте начнём с первой палетки Ghost Tape, потому что её дизайн просто фантастический. Я прям вспомнила детство, мне сейчас нахлынула ностальгия. Это кассета! Сама палетка выглядит вот так, и внутри есть достаточно большое зеркальце. Очень красивые рефилы, наконец-то сделали что-то мрачное, а тут цвета реально очень редкие и нестандартные. Очень нравится тиснение на рефилах, прям добавляют атмосферы все эти веточки, черепушки. В общем, за дизайн и полное соответствие моему вайбу я ставлю просто 10 из 10. Кстати, а где вы обычно покупаете косметику? Заказываете в интернете или берёте в магазине, где можно посмотреть и протестить? Мне всегда нравился магазин Ильдоботе, потому что там представлены очень редкие и эксклюзивные бренды. И у меня для вас есть крутейшее предложение. Получи скидку полторы тысячи рублей на покупку товаров от четырёх с половиной тысяч по моему промокоду при заказе на сайте или в приложении Ильдоботе. Акция доступна как для новых, так и для постоянных клиентов, так что скидку получат все. Промокод суммируется с другими предложениями и скидками до 25% по карте лояльности. Например, мою любимую туалетную воду от DKNY с этой акцией можно урвать всего за 3 800. Переходи по ссылке в описании для оформления заказа. Приятных вам бьюти покупок! Теперь давайте затестим палетку. Здесь по наполнению всё великолепно. Можно сделать множество абсолютно разных мейков. И яркие, и базовые, и чёрные смоки. И можно добавить ещё в эти смоки каких-то цветных блестяшек. И можно сделать вообще что-то такое супер мрачное, альтовое. Здесь есть и матовые, и сатиновые оттенки, а также такие красивые, блестящие, дуохромные хлопья. И как вот обычно, мне в любой палетке этого не хватает, но тут есть чёрный, и тут есть телесный оттенок для растушёвки, и это просто даёт максимум пространства для экспериментов. Давайте сделаем свочи, посмотрим, как это всё выглядит на коже, и насколько эти оттенки пигментированные. Уже сразу я вижу крутые оттенки, и какие-то тени, которые тупо не наносятся. Я заказывала палетку God Tape на Valberis, и она обошлась мне где-то в 800 рублей. Вот эти самые красивые, блестящие оттенки, они такие прям пластичные, мягкие. Мне понравились вот эти вот блестящие оттенки, но некоторые матовые почему-то вообще еле как-то наносились. К некоторым шиммерным у меня тоже возникли вопросы, потому что с ними каши не сваришь. Пока что впечатления неоднозначные. Как вы можете заметить, я сегодня тоже, в принципе, одета в стиле этой палетки. Мне кажется, эта палетка просто идеально подходит под меня, под мои вкусы, под мой стиль. И сегодня я буду использовать подложку. Мы посмотрим, как тени смотрятся и с подложкой, и без подложки. Я беру вот такую подложку от Clipatch Pro, и буду маленькой кисточкой выстраивать необычную сразу форму. И теперь вот отсюда буду эту форму вот так скруглять. Вот так по форме я нанесла сейчас подложку. И теперь продублирую это вот этим вот зеленым оттенком под названием Super Natural. Безумно красивый цвет, мне прям дичайший он нравится. Я думаю, что здесь, учитывая, что есть подложка, каких-то прям проблем возникнуть не должно. Пигментация определенно есть. Да хотя, в принципе, и тушуются вполне себе ничего. Край делаю четким, а остальные тени стушевываю вот сюда вот. Теперь светлым оттенком Скелетон подтушую вот эту вот границу. Ну, пока что на подложке тени ведут себя как тени, как должны вести себя в принципе любые тени. Теперь плоской кистью и консилером я подровняю форму, чтобы она была максимально ровной. Возьму тоненькую мокрую кисть и попробую еще подкрасить границы ей. Посмотрим, насколько это будет хорошо. Посмотрите, какая красивая форма у меня получилась. В принципе, даже было бы прикольно так оставить, какую-нибудь стрелку еще сделать и все, но мы продолжим. Как раз вот сюда, на эту часть, на внутренний уголок я хочу нанести вот этот вот оттенок Green Mold. Он просто очень красивый, такой доохромный, офигенно переливается. Я прям уже вижу, что этот оттенок хлопьями, поэтому, чтобы его нанести нормально, нужно наносить его либо пальцем, но с пальцами у меня как бы есть проблема под названием ногти. Так что, я для этих целей использую вот такие вот спонжики. Очень красиво. Короче, маленькой, не пушистой синтетической кистью тоже все набирается отлично. Кстати, с этим макияжем я пойду на концерт к своему мужику и я там покажу, собственно, как оно все продержалось. Мне кажется, мой канал это единственный канал на YouTube, где я делаю проверку макияжей на панк-концертах. Такая я прям лягушечка сегодня, жабка. Теперь я даже не знаю, что выбрать, либо фиолетовые, либо красные тени. Ладно, давайте все же сделаем фиолетовый. Спойлер, это была плохая идея. В общем, беру вот этот вот безумно красивый оттенок No Signal. Я его начинаю наносить вот сюда. Так, ну на первый взгляд пигментация, ну вы видите или не видите. Как-то я от него прям ожидала большего. Вот сюда сразу наношу телесный оттенок, чтобы все это лучше растушевалось. Да, конечно, фиолетовым оттенком я вообще ни разу не довольна. Давайте попробую его вот так вот прям впечатывать. Так он, конечно, ярче становится, но все равно не особо сильное. Короче, пипец, этот фиолетовый оттенок тупо испортил мне макияж. Посмотрите, как ужасно все это стало выглядеть. Сейчас телесным оттенком я буду хоть как-то пытаться это все исправить. Просто у меня тут какая-то грязь неведомая развелась. Когда хотели красивую тушевку, получилось как всегда. Знаете, самое обидное, что, наверное, этот оттенок мне больше всего в этой палетке понравился. Ууу, что-то все еще хуже и хуже получается. Да, короче, фиолетовый официально говно. На нижнее веко я хочу нанести все тот же зеленый оттенок. Посмотрим, как он будет работать без подошки. Я надеюсь, не так же, как и фиолетовый. Да, зеленый явно хорош. У меня вообще не возникло никаких проблем с тушевкой вообще ни с чем. Так, у нас же еще внутренний уголок не прокрашен. Давайте нанесем либо оттенок Toxic Eyes, либо Noise. Noise, кстати, выглядит очень прикольно. Ну, давайте сразу нанесу еще туда же Toxic Eyes. Что-то он сразу начал крошиться у меня. Да, у него такой более мелкий шиммер и вот этот уголочек выглядит получше. Я дорисовала стрелки и мне пришла гениальная идея запороть этот макияж. Я хочу взять вот этот красный оттенок, перемешать его с телесным и добавить его вот сюда. Сделать такой розоватый переход. Может быть, хоть и это будет выглядеть нормально. Ну, кстати, посмотрите, мне кажется, это выглядит лучше, чем было. Чисто, когда всеми способами пытаешься спасти макияж, потому что тебе с ним куда-то идти. Даже несмотря на то, что цвета в принципе более-менее нормальные, в жизни макияж выглядит немного грязным. Может быть, такое впечатление возникает от того, что у меня не прорисовано слизистое. И как раз я купила для этого такой гелевый карандаш от Парисы черного цвета. Вот так он выглядит. Давайте сразу его попробуем. Не, ну пока что он мне кажется офигенным. Очень черный, очень насыщенный. прям. Если от палетки у меня двоякие впечатления, то пока что этот карандаш просто пушка. В общем, миссия вывести этот макияж мне кажется выполнена, потому что я сделала вот такую блестящую стрелочку. Что я, собственно, делаю? Я беру маленькую кисточку, набираю вот этот вот оттенок Toxic Eyes, вот так вот оставляю его на руке, смачиваю кисточку в фиксаторе для макияжа и вот так вот все это расталкиваю, чтобы у нас получилась подводка. Вот такие стрелочки у меня получились с двух сторон. В принципе, результат достаточно прикольный. И завершат наш макияж как обычно губы. У меня есть три карандаша от Parise под названием Stay Nude. Я попробую, наверное, вот этот самый светлый оттенок. Очень приятный оттенок, скажу я вам. Такой прям вот идеально розоватый. В плане нанесения карандаш охерительный. Я прям действительно очень сильно удивлена. Идеальный мягкий для прорисовки контура. В общем, я карандашами прям безумно приятно удивлена. Я думаю, они пойдут в копилку моих самых любимых карандашей для губ. Вот такой вот макияж у меня получился. Сейчас покажу его вам поближе. А затем я поеду на концерт и узнаем, насколько мой макияж все это переживет. Сияшки сияют, полотенца сзади под макияж подходят, все отлично. Достаточно поздно вчера вернулась и сразу завалилась спать, так что демонстрирую вам макияж уже с утра. Я просто в восторге от карандаша для губ. Я ни разу не подкрашивала губы, ничего с ними не делала. Я думаю это просто охренительный результат, потому что я вчера уже несколько раз поела, еще в несколько раз больше выпила. В принципе насчет теней они конечно держатся, но блестяшка немного подскаталась в складочках, тут тоже фиолетовый подскатался. Второй макияж. Во-первых, у меня очень мало времени, во-вторых, я придумала гениальную идею, с этим макияжем я сейчас поплыву в Эстонию на фестиваль. Я его буду делать без подложек, без нихера. Я очень надеюсь, что он хотя бы дорогу переживет, не говоря уже о фестивале. Я хочу сделать макияж в красных оттенках. Набираю сначала оттенок Crimson Sky, наношу его на верхнее веко. Так, ну пока что скажу, что по пигментации наверное 3 из 5, могло бы быть и лучше. Но на камере смотрится хорошо кстати, ярко. Теперь возьму оттенок Bloody Rose, очень красивый цвет, нанесу его вот сюда вот в складочку, затемню, и в уголок тоже нанесу, сделаю такую более темную растушевку. Ну, что я вам скажу, вот этот более темный оттенок мне пока что нравится больше, он как-то реально больше пигментированный. И давайте также на нижнее веко я его тоже нанесу. Сделаю такой себе сегодня немного на нижнем веке Dead Inside. Я Dead Inside 30 лет. Давайте еще вот этим вот оттеночком Crimson Sky я подрастушую верхнюю границу. В принципе, это даже, наверное, ок, что он такой менее пигментированный, как раз и можно растушевать более темный оттенок. Допустим, допустим, это плюс. Теперь я возьму оттенок Escape, который вот с этой кирпичной стеной, и также подтушу им границу. нет, 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 он все испортил. Так что возьму скелетон, который мы растушевывали в прошлый раз. Он, в принципе, хорошо себя показал. У меня сегодня планируется такой альт-макияж. Если в каких-то местах что-то будет не очень, то, в принципе, так оно и задумано. Давайте теперь добавим черный. Мне прям очень нравится вот этот черный рефил с паутинкой. Готично, готично. И с тологоткой. Как раз он не супер пигментированный, чтобы рисовать прям черным какие-то огромные чернющие стрелки, но вот как раз для тех целей, для которых я его буду использовать сейчас, чисто вот так вот что-нибудь затемнить. Это прям очень крутой оттенок. Ну и нижнее веко я полностью проработаю черным. За черный оттенок я прям готова любить эту палетку. Вот сюда вонутор я все же тоже решила добавить красный оттенок. Возьму, наверное, темный. Давайте теперь нанесем вот эту супер красивую сияшку в оценке меланхолия. Выглядит безумно круто. Надеюсь, она хоть как-то подойдет к этому макияжу, потому что макияж уже в принципе выглядит таким практически законченным. Я их наношу по чуть-чуть вот так вот максимально дозировано, чтобы все сделать аккуратно. И я их наношу без какой-либо подложки прям уже на тени. И они в принципе нормально ложатся. Я еще решила взять вот этот оттенок Найтмера, добавить его немного вот сюда, вот в зону перехода. В принципе, он тоже вполне себе норм. Оттенок меланхолия, который вот этот блестящий, он выглядит очень красиво, но за счет вот этих больших хлопьев в своем составе он как-то не особо аккуратным, кажется. на всякий случай возьму эту палетку с собой на паром, потому что если мне что-то не понравится, я ее утоплю. Теперь уже полюбившимся мне гелевым карандашом я подчеркну слизистую. Ну что, мой макияж готов, осталось накрасить губы. Для этого возьму карандаш для губ от Парисы под названием Stain Nude оттенок 705. Ну пока в плане прорисовки контура у меня вообще нет никаких вопросов, все так же как с прошлым карандашом идеально. Вы только посмотрите какой красивый цвет. Макияж мне сегодня нравится и самое крутое, что он получился очень быстро, то есть у меня не было вообще никаких проблем ни с тушевкой, ни с чем-либо. Вот так мой макияж выглядит в предельном свете, все, крестит, глаза на солнце не особо открываются, ну что поделать. К сожалению, в отличие от нюдового карандаша, здесь уже после первого пирожка мои губы превратились в отстой. Если вам нравится мое творчество и вы хотите меня поддержать, то я всегда рада вашей активности под видео, комментарием и репостом. Меня это прям очень донатом на бусте, ссылочку оставлю в описании. Все эти деньги идут исключительно на обзоры косметики, я ничего не пропиваю, вот-вот честно вам говорю. Просто мне так кажется, в этом видео присутствуют две основные мои личности. Прошлая палетка была такая вся готичная, мрачная, а вот эта такая яркая неоновая называется неон-демон. Естественно, такие яркие красивые цвета на первый взгляд я просто не смогла пройти мимо. Тем более, я как раз в последнее время в поиске красивых неоновых оттенков. Я предлагаю сейчас делать этой палеткой два макияжа. На одной стороне я буду делать макияж без подложек, как есть, и на другой стороне сделаю такой же макияж с белой подложкой, посмотрим, как тени будут лежать на ней. А то на видео с обзором Beauty Bomb многие негодовали, что я наношу это все на белую подложку. Якобы с подложкой любые тени станут яркими и крутыми. Но так в том-то и прикол, что на подложке любые тени будут яркие, так купите вы себе подложку и не парьтесь, и будет вам счастье, и будут макияжи крутые, и вся жизнь заиграет новыми красками. Например, я использую помаду от Джеффри, брала ее в ритуале всего за 2000 рублей, и это просто лучшее вложение, я уже два года ей пользуюсь, она не заканчивается, я просто абсолютно ей довольна. На самом деле, даже на подложках не все тени работают хорошо, но если вы ожидаете прям такие супер яркие неоновые цвета, как в этой палетке, то я думаю, что тут без подложки вообще не обойтись в принципе. В этой палетке 16 оттенков, 12 матовых и 4 сатиновых. И тут уже дизайн попроще, но все равно палетка сделана очень качественно и стильно. Я ее взяла, по-моему, за 700 рублей, давайте сделаем свотчи. А еще нам, кстати, сзади обещают, что эти оттенки будут светиться в неновом свете, это мы тоже сейчас проверим. Мне нравится, что тут не просто понапиханы яркие цвета, а есть какие-то хорошие, продуманные решения. Здесь также есть возможность сделать такие более спокойные макияжи, в каких-то там однородных оттенках. Но вот если, например, просто взять эту палетку и кассету, и если бы все тени в них были нормальные, и просто вот имея две эти палетки, мне кажется, можно было бы сделать вообще все, что угодно на своем лице, потому что в них двух есть просто все. Пока что эти тени, конечно, на любителя. Есть оттенки, которые ведут себя более-менее, я бы сказала, даже неплохо. Например, вот этот вот ярко-розовый, темно-синий, темно-фиолетовый. Но почти все светлые оттенки, например, вот этот вот сиреневый и голубой, они просто отвратительные, они сцепучие, они абсолютно не пигментированные. В общем, светлые оттенки больше похожи на какой-то мел, чем на тени. А самые вот эти крутые, яркие, неоновые оттенки, они очень сильно пылят, они очень сильно сыпятся, в принципе, они какой-то цвет дают, но дадут ли они хорошую растушевку, вот к этому у меня большие вопросы. Короче, я ожидала большего. Я хотела сделать цветной яркий мейк, попробую повторить что-то типа вот этого. С этой стороны я уже нанесла тонкий слой консилера, а на это веко нанесу белую подложку. Начну макияж темно-фиолетового оттенка под названием Party Sadness и буду его наносить вот сюда. Также сделаем стрелочку. В принципе, этот оттенок смотрится вполне ярко на подложке, посмотрим, что же будет без. В принципе, к этому оттенку у меня пока особо нет никаких претензий. Попробую вот сюда вот сначала нанести еще немного темно-синего оттенка. И синим оттенком уже начались какие-то небольшие проблемы. Теперь вот этим светлым оттенком под названием Lighting Shock я вот это все растушую наверх. Но пока что я бы не сказала, что это все выглядит как-то прям красиво. И вот сюда наверх на место тушевки я хочу еще добавить вот этот оттенок Sweet Pain. Чуть-чуть такой сюда немного розовинки и в принципе уже смотрится получше. Теперь плоской кистью с консилером буду отсекать все лишнее. Можете увидеть разницу между оттенками. Почему-то с этой стороны синий взялся нормально, но вот здесь к сожалению я его вообще абсолютно не замечаю. На своче мне синий показался очень даже годным, но по факту во время макияжа какая-то херня. Теперь я возьму кислотно-зеленый и желтые оттенки и от зеленого к желтому буду прорисовывать вот эту границу. А где цвет? Где цвет? Вы его видите? Я нет. Ну конечно чё-то чутка виднеется зеленое, но как-то не особо сильно. Но зато сыпется он знатно. даже на белую подложку цвет ложится пятнами. У меня такое ощущение, что на сторону без подложки он ложится менее насыщенно, но всё равно как-то более равномерно. Вероятно вам видно, что тут где-то вокруг просто кусочки этого оттенка остались и вот здесь вот просто всё осыпалось к чертям собачьим. Давайте теперь возьмём неоново-жёлтый. В принципе тут ситуация абсолютно такая же, ничего нового. Так что как видите хуй сеня даже подложка не спасёт. Хотя нет, подложка всё же спасёт, потому что на эту сторону жёлтый вообще практически не наносится. Только вот куски во все стороны от него разлетаются, а цвета я особо не вижу. Теперь давайте нанесём оранжевый, но он тоже не спасёт ситуацию, я прям в этом уверена. И оранжевый я увожу вот в эту стрелочку. М-да, такое себе. В принципе издалека они даже выглядят ярко, но в плане нанесения тушёвок просто у меня нет слов. Теперь я возьму вот этот самый ярко-розовый оттенок, он мне на сводчах наверное больше всего понравился, и добавлю его сюда между оранжевым и фиолетовым. Я так на самом деле надеялась на эти палетки, я думала, что если они хорошие, я просто скуплю себе всё от Парисы, но я думаю, что это наверное было первое и последнее, что я себе купила. Просто я тушу розовый наверх, он у меня вниз опадает на эту стрелку, и вся стрелка стала уже тупо розовая. Ладно, я ещё более тёмный оранжевый оттенок попробую нанести сюда, хотя вот вроде бы ещё смотрю и становится немного получше, чуть-чуть совсем. Просто вот вы сравните стрелку с этой стороны и стрелку вот с этой стороны, просто всё опадает. Прошло где-то ещё полчаса, но у меня так и не получилось сделать ничего, и я официально заявляю, что это самый стрёмный макияж на моём канале. Неон демон, блядь. Ладно, давайте вот этот оттенок Diamond Dew я нанесу на скулы, сделаю хайлайтер. Мне кажется, это самый злой обзор на моём канале, потому что я всё равно любые макияжи как-то вывожу, но здесь извините. Ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наша полномочия всё окончено. Раз лучше уже не станет, то и в принципе терять нечего. Давайте попробуем какой-нибудь сюда вот этот вот шиммер нанести. Возьму шиммерный салатовый оттенок и ничего не происходит. Ничего, абсолютно ничего. Может быть на какую-то жёсткую базу наклейт для глиттера эта хрень ляжет. Ладно, давайте я подчеркну межресничку. Хотя бы этот карандаш он нормальный, он не так сильно портит мне настроение. Ну и мне пришла идея попробовать этими тенями нарисовать себе брови. Может они хотя бы с бровями справятся, я не знаю. В принципе на бровях мокрой кистью хоть какая-то пигментация имеется. Но обычно когда я крашу брови тенями вот эти вот волоски у меня светлые, они перекрываются цветом, но здесь я вижу волоски поверх своих синих бровей и выглядит это не очень. В принципе конечно издалека макияж выглядит прикольно, если к нему вообще вблизи не присматриваться ни разу. Давайте уже дополню этот образ, нанесу нюдовый карандаш на губы. Вот такой макияж у меня сегодня не получился. Издалека на камере он смотрится ну в принципе норм, еще куда не шло. Давайте посмотрим на него вблизи. И здесь уже полная задница с тушевкой, потому что я никак не могла сделать тушевку из фиолетового в розовый и в оранжевый. Тут можно сравнить референс и то, что получилось у меня. И можно понять, почему я так недовольна. Давайте проверим светятся ли тени в неоне. Выглядит прикольно, но прям еще больше заметно кривую тушевку. Последний макияж я хочу сделать таким простеньким в моих любимых тине-голубых оттенках и добавить туда что-нибудь сатиновое. Я все еще надеюсь, что хоть что-то в этой палетке меня порадует. И, кстати, мне сейчас пришла идея сравнить эту палетку с другими. Чтобы было честно, я возьму несколько палеток из всех ценовых категорий. Здесь у меня палетка Salica от You Can't Be Pretty All Set, палетка Neon от Huda Beauty и палетка от бренда Profusion. Давайте сравним, ну, допустим, кислотно-зеленые сатиновые и матовые оттенки. Возьму палетку Profusion и нанесу вот эти вот два оттенка. Следующая на очереди Huda Beauty возьму вот эти вот два. У Huda вот этот оттенок, он, конечно, не совсем зеленый, но, по-моему, очевидно, что он просто выигрывает по пигментации. Ну, и блестяшка как бы тоже вне конкуренции пока что. И посмотрим, что же нам предложат китайцы. Китайская палетка тоже выглядит очень хорошо и пигментированно. И сидяшка тоже у нее в принципе неплохая. И, как вы могли заметить по свочам, по-моему, очевидно, что палетка от Париса просто посасывает по всем фронтам. Так что, если вы, как и я, ожидали какого-то чуда, к сожалению, чудо снова не случилось. Приступаем к макияжу. И я, как и в прошлый раз, на одно веко нанесу белую подложку, а другое веко оставлю как есть. И я уже начинаю наносить на веко оттенок под названием Слезы Единорога. И, как ни странно, в принципе, пока что он более-менее пигментирован. По-моему, разница уже очевидна, как тени ведут себя на подложке и как тени ведут себя без. И, в принципе, на подложке пока что все окей. Теперь беру голубой оттенок Arctic Skin и делаю им градиент. Что-то на сером. Он в палетке выглядит таким ярким, таким красивым, но на веках это просто какой-то грязно-серо-голубой цвет. Давайте посмотрим, что будет на подложке. Да, на подложке цвет ведет себя получше, но, тем не менее, он до сих пор такой какой-то не особо-то яркий. Да, я явно не такого ожидала от этой палетки. И теперь темно-синим оттенком затемняю вот этот уголок. Ну, естественно, тоже у меня к нему есть вопросы. Тушевка просто вышла из чата. Давайте нанесем его на нижнее веко и сделаем градиент как раз вот к этому же оттенку через голубой. Да, кстати, с этим макияжем я опять иду на концерт. Вот так вот много в моей жизни концертов. Но, конечно же, не очень классно туда идти с отстойным макияжем. Короче, без подложки единственный цвет, который выглядит нормально, это вот этот вот зеленоватый, потому что все остальные цвета, они супер грязные. Мне кажется, у меня никогда не было палетки с настолько отвратительным голубым цветом, потому что это вообще какой-то полный кринж. Темно-синий оттенок я хочу побольше нанести в складку века, ее так немного подчеркнуть, если его вообще возможно туда нанести. Я еще немного поколдовала с макияжем и с растушевкой, и с этой стороны все выглядит отлично. Конечно, надо было к этому приложить усилия, но все равно подложка как бы эту ситуацию спасла. Но вот что случилось с этим глазом? Надеюсь, вам будет видно в камере хотя бы вот здесь вот просто разница в цветах. Вот здесь вот просто какой-то пипец. Я даже не смогла затемнить синим вот эту вот складку, потому что тени туда просто не наносятся. Давайте попробуем спасти этот макияж каким-нибудь сатиновым оттенком, и я нанесу его на базу от Urban Decay, потому что, как мы уже знаем, на обычные тени они вообще не наносятся. Давайте попробуем вот этот персиковый оттенок. Мне кажется, под этот макияж он хоть более-менее подходит. Ага, ну пока что что-то происходит. Но, как вы можете заметить, он совсем не такой яркий, каким он кажется в палетке. Знаете, в чем самый большой прикол? Этот оттенок лег только туда, где была база, потому что где начинаются тени, он уже тупо осыпается. То есть его очень тяжело растушевать, у меня здесь прям такая кругленькая форма четкая получилась. О, господи, за что я отдала деньги? Так, а я уже говорила, что он еще и сыпется. Еще где-то минут 15 у меня заняло, чтобы подтушевать нормально вот эту вот границу, и, по крайней мере, сейчас это выглядит более-менее. И я снова хочу нанести вот этот оттенок Diamond Dew в качестве хайлайтера. Как-то в качестве хайлайтера у меня к нему вообще нет никаких претензий. И так как на данный момент мои глаза выглядят разными, один такой какой-то грязный, недотушеванный, другой в принципе нормальный, я думаю, единственное, что спасет этот мейк перед выходом, это стрелки. Но, наконец-то, стрелки готовы, с ними макияж мне нравится намного больше, потому что они достаточно сильно переняли внимание на себя. Наверное, сегодня все же опять возьму нюдовый карандаш от Parisa, потому что уж больно он мне понравился, в отличие от другого яркого. Вот такой мейк у меня получился сегодня. Вот так макияж выглядит при обычном свете, и тут, по-моему, очевидна разница. Здесь такие яркие цвета, очень хорошие тушевки, ну а здесь здесь какая-то непонятная грязь, какие-то косяки, какие-то пробелы. А потом произошел треш. Собственно, на следующий день случилась вот такая вот история, я не знаю, что это, оно как бы не болит, не чешется, но я не знаю, виновата в этом косметика или нет, но такого раньше у меня не было. Я выпила антигистаминное, но к вечеру у меня другой глаз тоже начало разносить, и что-то я как-то начинаю паниковать. Какой макияж из четырех вам понравился больше? И пробовали ли вы что-нибудь от бренда Бориса? Мое мнение. Я думаю, что кассету брать можно, и некоторые оттенки определенно хороши. Не идеально, да, но за 700 рублей я думаю, что вполне. Но палетка неон-демон мне абсолютно не зашла, и для меня это просто разочарование года. Яркие оттенки не тушуются, пылят, тени похожи на мел. Сатиновые тоже сыпятся, и без пигмента. С одной стороны, эти палетки стоят дешево, выглядят стильно, и просто, я думаю, грех их не купить. Но если у вас очень ограниченный бюджет, я бы вам советовала выбрать что-нибудь подороже, но где все оттенки будут рабочими. Не забывайте про мой промокод на скидку в Ильдоботе в описании. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, перевоплощениях и обзорах косметики.